Добрый вечер. Добрый. Хочу представить Шерри. Это Рыся. Это Марта. Вот к нему надо обращаться Это Брюс. Хочу представить вам Ассоль. Это Тихон. Его зовут Абатар. Сейчас его отдадим хозяйке, и я к вам вернусь, чтобы поговорить о детях. Значит, у вас разница у сыновей 10 лет, я так понимаю, да? У сыновей 10, а у детей получается 5. По 5. Да, да, да. То есть у вас раз в пятилетку вы производите. Ну, мой друг один, Царство Небесное, шутил на этот счет. Типа, вы с женой что, один раз в 5 лет этим занимаетесь? Шутка, конечно, но такая, она мне в голову почему-то все время вспоминает. Вы с вашей супругой произвели шестерых детей. Это тоже везение. Кстати, чем детишки занимаются, расскажите? Очень по-разному. Изначально я как-то пытался направлять это, но по-отцовски. Я их отдал на айкидо, чтобы они научились... Всех шестерых вместе? Ну, нет. Кто достиг определенного возраста, когда уже можно заниматься. А когда можно заниматься? Ну, начиная с 4 лет уже можно заниматься какие-то первичные упражнения. Как падать, как страховаться при падении. И вот сейчас они подскальзываются, и я вижу, что у них рефлекторно, они коленки тянут к подбородку. Ну, чтобы меньше вариантов было повредить позвоночник при падении или удариться обо что-то, об угол. Потом я их отдал на гимнастику, потом я их отдал на мао-тай, и вот после этого я их отдал. Закончилось, и они самоотдаваться стали. Стали заказывать. Первая Дуся для себя выявила, что можно по интернету заказывать учителя. Договорилась с милой женщиной-учительницей химии. Мы подивились такому прогрессу и эволюции в нашей дочери, социальной адекватности. Потом за ней Варя, смекалистая девочка. Варя ушла, потом еще попросила, чтобы я нашел, где и заниматься гитарой. Я тоже был удивлен, потому что, ну, я не прилагал усилий убедить ее. Я пошел, нашел ДК, нашел, соответственно, лауреата международных конкурсов. Замечательный дядька, кстати, Евгений Валерьевич. Евгений Федорович, прошу прощения. Такой он классический лауреат международных конкурсов. Замечательный дядька. Дуся, он ее учит и на гитаре, он ее учит и вокалу, насколько это возможно. Но у нее еще не переломанный голос, поэтому она так не упорствует, но любит петь. Дуся пошла тоже, поучилась на гитаре, потом перешла на электрогитару. Сейчас Дуся, помимо того, что она поменяла школу и пошла в школу при первом медиа... А она уже представляет себе специализацию в будущем медицине? Да, 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 она хочет быть хирургом, если у нее получится микрохирургом, микрохирургия. Но она понимает, что это все-таки, это как талант. Это вот хирургия все-таки, это в большей степени практика и талант, а в процентном соотношении 80 на 20. А там все-таки 80 на талант, а 20 на практику. У нее же, собственно, дедушка ваш, отец, был военным хирургом. Военным хирургом, да. Варя хочет пойти в эту же школу, чтобы также пойти потом в первый мед, но ее микробиология интересует. Она сейчас думает, туда ли или все-таки на химфак? Что никто в шоу-бизнес не хочет, из шестерых родителей, шоу-бизнеса, мать, актриса, отец? Ну, как-то относимся к этому по-обывательски, как средство зарабатывания. Нет, романтика, конечно, у любой профессии есть своя романтика, но мы не такие уж, вот прям фанаты-фанаты. Про детей я хотел бы узнать. Как отец, вы хороши? Вы знаете, эта вещь такая тонкая. Когда, скажем, Степана забирали в армию, я понимал, что он уходит, и я оттягивал, то есть я хотел скорее расстаться, потому что я боялся, что я дам слабину. Дадите слабину и отмажете его? Нет, и просто, ну, как бы так, расклеюсь. И он ждал этого, и я сделал все, чтобы этого не случилось. Не занимаюсь сыном, но я надеюсь, что я появился тогда, когда ему был нужен. И именно это, наверное, послужило тому, чтобы мы были очень близкие и любящие друг другу друзья. Мы близкие друзья. И он, и я, мы откровенны друг с другом в самых, так сказать, интимных и личных вещах. У меня был кое-кто из ваших детей здесь присутствовал в студии. Я обратил внимание, что... Какой номер? Ну, Артем был. Был Артем, да. Третий, значит. Номер три. Номер три, да. Обратил нашего номер три, да и у других, с кем приходилось общаться вне студии, что у них совершенно нет того, что называется словом понты. Что они совершенно вот такие, что вот мы, Михалковы, такого вот у них нет. У Сергея Евгеньевича, вашего сына, будет юбилей, 40 лет ему исполнится. И я, насколько понимаю, он просто вот стал, ну, что называется, профессиональным православным. Он ушел в монастырь. Это после того, как он занимался очень успешно кино. Кино ведь он занимался при помощи вашего товарища Никиты Сергеевича Михалкова. Нет, не из подачи Михалкова он попал. Нет, абсолютно никакого. Нет, он одно время служил в подразделении у Никиты, на его фильм «В 3Т», в подразделении, которое Виталий Максимов там у Никиты возглавляет, это 3Т-видео. И, в общем, начал там штатив таскать, а потом стал там постепенно вторым человеком. Но потом он окончил высшие курсы режиссерские у Володи Хатиненко годичные. И стал уже вот искать средства. Он просто вот, он снял, он снял много таких, такой продукции короткометражной, телевизионной. Он рекламными какими-то занимался? И рекламой, всем он занимался. И пьеса его шла, написал он пьесу, шла пьесу. Я ее поставил в театре «Вернисаж», в маленьком театре на Беговой в свое время. Ну и в кино он снимался. Но потом он снял полный метр и уже ушел. Ушел вот в монастырь. Но вы с ним общаетесь при этом? Вы туда приезжаете, в монастырь? Ну раз в год я приезжаю туда на недельку. Вам хватает? Ну а там ведь, понимаете, там такой образ жизни, что что же его отвлекать? Он же там занят. Ну что, это как бы даже неделикатно. Ну, он может мне уделить в день, там, ну час, ну два от силы. А так он же там... Там нагрузка очень большая в монастыре. Он послушник. Год он был трудником. Это ни к чему не обязывающее положение. Человек каждый может приехать в любой монастырь. И вроде, как эти ради Христа, там, за ночлег, за хлеб, образно говоря, работать. А послушник – это уже член братья. Это уже... Это низший чин в этой иерархии, а высший – это патриарх. Понятно. Не могу не спросить про ваших дочерей. И вот вопрос, который, на самом деле, из обоих стандартных. Вы какой отец были? Твой, который женихов гонял от обоих девочек? Или вы такой толерантный были? Нет, у меня не получилось. Гонять ничего не получилось, хотя я был суров из-за климата на Таганке. Я, в общем-то, работал по 25 часов в сутки. Вот. Но я, как дети говорят, был и мамой, и папой. И мне это было очень интересно. Я увлекся распознаванием взрослости младенца. Я даже написал когда-то рассказ, он был в моей книжке. В которой из вас книжек очень много? В книжке, которая называется «В жизни так не бывает». И вот в этом рассказе я признался в том, что вот я глядел на мою старшую дочь, Леночку, замечательную, роскошную младенец, и понимал, что она молчит, так молчит, так смотрит, по каким-то совсем другим, непознанным нами причинам. И это правда. Ну, на это много раз литература обращала внимание. Но в моей жизни, наверное, было больше уважения к детям, чем попытки повернуть их жизнь в какую-то сторону. Поэтому старшей дочери, например, я все-таки внушил свою тревогу по поводу судьбы актрис. Поэтому отговаривал. Они все-таки много пробыли на Таганке. И весь детский сад Таганский, скажем, двое сыновей Высоцкого или Дениска Золотухин. И мои дочки, и дети там Тани Жуковой или Тани Лукьяновой и так далее. Это был общий Новый год. Вот. Но им... Ну, кстати, она ведь все равно в шоу-бизнес пошла. Потому что я считаю, что писательский труд – это все-таки тоже смежная область. Это очень близко к шоу-бизнесу. Она стала писателем. Тоже, как и папа, в общем, в известной степени. Папа, помимо всего прочего, уже писатель. Ну, Лена занималась журналистикой много. Вот написала две книжки. Но вот все-таки Алика не послушалась. И когда меня спрашивают родители, меня уже как будто умудренного, опытом, что делать с детьми, которые хотят идти в актеры. И особенно в актрисы. То я смело отвечаю. Делайте все возможное, чтобы отговорить их. Если, несмотря на это, они пойдут. Все одно и то же. Толк будет. Я первый это сказал. И вот такая история. Так вот, Алика пошла своим путем. Она пробовала и так, и эдак. Она много она пробовала в жизни. И сегодня я просто счастлив, что я уже мне за 70, а мне все еще 25. Потому что рядом Алика, которая поет, читает Ахматову. Это «12 месяцев танго», где мы, ну, вы знаете. Ну, да, конечно. В «Доме музыки» это была премьера. Мы семь стран проехали и в Москве, и в Питере много раз, и в других городах, и в Сибири. Но это такое чудо каждый раз. Серебряный век в моем исполнении, конечно, чудо. Сам Серебряный век чудо. А Алика чудо как актриса и певица. И второй цикл наш, или программа, или проект, сейчас говорят, старомодное признание. Только что мы работали и в Доме литераторов, и в Доме ученых. И много было вечеров, где Алика исполняет великие романсы, цыганские русские романсы. Я читаю Пушкина, Некрасова и так далее. И я поражаюсь, как я правильно ее ругал, как я правильно терпеть не мог ее желание стать актрисой. Давайте мне эксклюзив про вашу замечательную дочь-красавицу Юлию. Чем она занимается? Я этого не нашел в «Шайка на машине». Она с телевидения ушла. С телевидения она давно ушла, по-моему. Ушла давно. Хотя помнят ее до сих пор. Да, да, да. И это хорошо. Она ушла в театральные работы. Ее стали приглашать. И у нее было несколько удачных спектаклей. Антреприз, с которыми она ездила много и по стране, и за границу. И получала... Это было как бы средство существования. Было кино параллельно. Постоянно существовало. А теперь она решила себя попробовать уже в режиссуре. Это ее дебют? Да, дебют ее в режиссуре. У нее явно к этому есть способности. Но она что-то очень долго мялась. Да и потом вот так как-то жизнь размывала. Все время была возможность где-то ездить, зарабатывать. И, в общем, вполне достойно жить. И это ей было интересно. Мы с Юлей советуемся по многим делам. Она девочка современная, молодая. Она нас поправляет в наших каких-то... Вот так вот, да? Поправляет? Да, да, да. Мы охотно выслушиваем ее. Вот сейчас мы делали в квартире ремонт. Ну, впрочем, Вера и сама. Мастак по этому делал, но... То есть вы дизайнеров не нанимаете? Нет, нет, были дизайнеры, но все равно надо же иметь и собственное мнение. Ну, Вера сама очень хорошая дизайна. Но, тем не менее, вот это вот, что уже сейчас, что носит, Вера уже у нее консультируется. А не наоборот, как это было раньше. Какие костюмы, что сейчас модно и так далее. Особенно они как... Какие режиссеры, какие авторы, что они вообще читают. Это очень удобно иметь детей умных. Ну, да. И в этой же области работающих это очень хорошо корректирует твою жизнь. И вносит такие явные, серьезные поправки, когда ты... Если ты оставишься один на один с жизнью, то у тебя возраст, река жизни уносит. А здесь она поддерживает на одном, по крайней мере. Кем будет ваша дочь? Ой, я не знаю. Я честно вам скажу, и у меня нету планов по этому поводу. Вот, мне кажется, что пытаться тренировать ребенка там в 11 лет под конкретную какую-то потом профессию опасно и... Нет, ну, у нее мама известная актриса. Папа, там, режиссер с мировым, скажем так, именем. Ну, фамилию Кончаловский, во всяком случае, знает. Понимаете, я не могу сказать. Мы идем вообще по другому пути. Мы пытаемся как можно больше дать ребенку в плане различных... Маше в плане различных занятий. То есть она занимается музыкой, живописью и так далее. Все у нее получается так себе. Ну, кроме рисования. Рисование в рисовании она сильнее всего. Но я знаю людей, которые прекрасно рисовали в юности и в молодости. И художники из них получились очень скромные и средние. Поэтому говорить об этом раньше. Рано. Рано об этом говорить. Кем она станет? И я надеюсь, что я никогда не изменюсь настолько, чтобы там навязывать дочери что-то. Хотя вообще никто не знает, каким человек становится через 5 или 7 лет. Вот. Но мы пытаемся действительно расширить ее кругозор, понимаете, изо всех сил. Вот я, между прочим, там в ранние 20-е годы, свои, когда-то у меня было 20 лет, я тоже не знал, кем я буду. А у меня было не 11, мне было 22. Я уже был к тому времени, там, закончил Советскую армию и вздул здоровый лоб. Я не знал точно, кем я буду. Вот. Поэтому меня это не... И в школе плохо училось. Поэтому, в общем-то, я не очень-то, на самом деле, как-то переживаю по этому поводу пока. И еще не собираюсь переживать лет 8. А что насчет ваших детей? Они слушают вашу музыку? Ну, наши дети уже взрослые, моей дочке 24. Неужели? А все мои дети слушают Led Zeppelin. Все пятеро? Да, они сидят такие в наушниках и спрашивают, что слушаете? Led Zeppelin. Ты серьезно? Да, снова рока. Black Sabbath, The Purple, Led Zeppelin и так далее и тому подобное. Они заложили фундамент той музыки, в которую играем мы. Сыну сколько? Да, ему уже много, 26 лет. Чем он занимается по жизни? Работает. Работает. Кем? Работает в одной очень серьезной компании, в отделе развития. Ага. А, то есть музыкой совершенно не увлекается? Музыкой только как потребитель. Ну, как потребитель слушает. Это само собой. Это странно было в 10 лет. Ну, со мной, конечно, занимается там. Участвует в той или иной степени, в разных ипостасях. Но участвует то в качестве критика, то в качестве советчика. То есть это, конечно, постоянно присутствует. И порой я нервничаю, но тем не менее выслушивать приходится. Нервничать? Почему? Потому что Степан Дмитриевич оказывается суровым критиком? Ну, да, может. Тут можно. Хорошо. А сын у вас? Сын тоже закончил музыкальную школу. Да, да. Да, но у него еще пальчики как-то помнят. А на чем он музицирует? Форту пьяного у него тоже. А поет? Никогда не слышал, честно вам скажу. А вот дуэт бы вы бы исполнили. Я думаю, это было бы хитом независимым. Все надо подумать. Спасибо за идею. Спасибо за идею. Переписываю, пишу, вернее, в серии смски, письма, имейлы, только на русском языке. Ага. Как-то торкает, что это Родина или нет? Это нет у них ощущения такого, что... Ну, вот последний раз, когда пару месяцев назад Сташа прилетал на отдых, привезя двух австралийцев. Один из них никогда в жизни не видел снега, совсем. Да? Они приехали, когда, помнишь, в конец ноября, декабря, 30-ник был такой. Ага, да, да, да. Вот в самые морозы они приехали. Не понравилось. Одежды у них нету. Денег нет, чтобы купить коллеги. Нет, денег у них вообще нет. Деньги-то, да ладно. Ну, несерьезно, надо на неделю покупать одежду. В общем, я их одел. Так. Кроме этого, я их свозил в город Ульяновск, там у меня родственники. Мы привозили по всем. Не только Москву увидеть, чтобы они увидели все. Сводил их на Красную площадь, на каток. Так. Посмеялся вдоволь. Но человек ни разу не видел снега. Понятно, что он ни разу не видел коньки. Он надел коньки, поехал на коньках, падал. Ну, в общем, это было здорово. Ну, а сколько лет ему? Уже он... Восемнадцать. Ну, надо невесту уже искать. В Ульяновске ему. В Ульяновске-то невеста получше, чем в Мельбурне. Я не знаю, как, но сейчас есть, правильно мы говорили, средства связи. Да, соцсети, да. И соцсети все буквально. У него все подружки русские. Ну, правильно. Поэтому мне не нужно ему говорить, что русские девочки самые красивые. То есть он в этом хотя бы он разбирается. Он это уже знает. Причем он мне написал это из Испании. Они после Москвы поехали. А в Испании он что делал? Отдыхать. Они делали тур отдыха. Это из Австралии лететь в Испанию, отдыхать? Ну, они поехали, они все съездили в Москву, они съездили по России, они съездили в Гонконг, они в Китай съездили. И сделали потом Москву, и потом Испанию, и полетели обратно. Он говорит, в Испании, говорит, русские девочки намного лучше. Ну, слава богу, молодец. Значит, я так понимаю, что старший у вас это сын супруги вашей. Потом у вас родился Алексей, да? Я правильно все? Так точно, да. А вот выбор имени Алексея, он Алексей Алексеевич, это вот кто так придумал? Мама решила? Ну, вы знаете, когда я везел на Олимпийские игры в 2000 году в Сидней, у нас было две кандидатуры, это либо Иван, либо Алексей. Ну, и я уехал в тот момент практически, когда Галине нужно было рожать. Определяться. Да, и потом я говорю, малыш, это все на твое усмотрение. Вот как ты увидишь, как почувствуешь, потому что я буду на соревнованиях, поэтому мне будет сложно определить, как назвать ребенка. Определили вы в смысле, вот надо было визуально посмотреть и понять, Иван или Алексей. Да, да, да. То есть поэтому Галина вот сделала такой выбор и говорит, да не, не, Алексей, и все. Понятно. А младший? Младший, с младшим была история другая, потому что я был уже на месте, и, соответственно, принимал роды, участвовал, непосредственно принимал участие, и перерезал, что называется, ленточку, и назвали его Дмитрием. Понятно. Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Алексеевич. Дмитрий Алексеевич будет спортсменом, как родители? Я думаю, что самое главное, чтобы человек был хороший. А то, что касается спорта, и спорта, если мы говорим о высших достижениях, то это будет, наверняка, очень и очень сложно, потому что я знаю, что это очень тяжело. Но на первых порах я в любом случае его отдам в спортивную гимнастику. Вот а насчет детей. Вот дети у Хатиненко, это ведь не только его дети, это его ученики, правильно? Даже я бы так сказал. Мои собственные дети уже, в общем, взрослые достаточно, и как-то так уже у них определилось что-то. Они могут существовать и сами, слава богу, не забывают про отца. В общем, у меня дети, я их детьми называю, это не для красивости, довольно естественно. Это мои ученики, которых уже много. Это, конечно, моя головная боль, и, может быть, одна из основных проблем и забот, которыми я сегодня живу. Огромное вам спасибо. Я надеюсь, что у меня получился разговор. Субтитры сделал DimaTorzok